Продолжение следует... ...потому что это наявный конфликт интереса. Алло! Это кто против сноса стоянки? Да, именно против сноса. Это кто против сноса? Нет, это дело. Я согласен. Я согласен. Я согласен. Я согласен. Я согласен. Я согласен. А то стоянки по проспекту миру 18В, яка потребна як авто-властникам, которые пользуются этой стоянкой, так и жителям, которые живут поблизу. Так? Потому что стоянку зачинять, а альтернативы никакой нет, то все эти автомобили переедут в ваши дворы. И тогда будет война между нами. Согласны? Да. Согласны. Поэтому сегодня мы отстояем вопрос, чтобы оставить эту автостоянку на месте. Я не знаю, кого из вас, особенно меня никто не спросил, что хочу я тут дом, или не хочу. Меня никто не слушал, меня никто никуда не запрошивал. Если кого-то из вас запрошили, пожалуйста, расскажите, что там было. Никого? Нет, никого. Я, например, Симобурина. Чому зі мною и с вами никто не рассчитывается? Чому они проводились какие-то собрания, где обсуждали эту автостоянку, что с ней делать дальше? Почему нас не запросили, когда какие-то решения принимали, которых мы вообще не видели? Кто сказал, что мы должны просто пить нафиг с этой стоянкой? Я против. Я надеюсь, что вы тоже. Поэтому сегодня мы будем отстоять эту автостоянку. Она остается здесь, и мы никуда не пойдем, потому что эта земля – это коммунальная властность. То есть она также принадлежит и мне, и каждому из вас. И это наше право. И мы не должны решить проблемы нашей влады и автостоянки. Взагалі. Наша точка зору. Нам нужна эта автостоянка. А вы, пожалуйста, влада и автостоянки, решите свои вопросы между собой. Мы не должны ходить по судам, что кому-то доказывать. Мы должны высловить свою точку зору. И мы пойдем до конца. Мы пойдем до снова дома, а я, который уже один раз повернулся до нас попом. Мы придем, мы таки добьемся, и мы не залишим этого. Я очень надеюсь, что каждый из вас також залишится при этой точке зору. И поддержит нас тогда, когда это будет необходимо. Потому что дома моя нам нужно будет идти не в трех. И скорее всего, за все автомобили. Иначе нас никто не хочет. Мы ждем на представителей Полтава-Трансбуду, которые минулого разу утверждали, что у них есть очень много документов, которые говорят, что мы здесь никто. Вот мы и посмотрим, какие у него есть документы. Хотя, вообще, то. Мы не должны этого делать. Так, верно, вы говорите. Мы не должны этого делать. Ну, вот, почувствуем, что они нам запропонуют, что они нам скажут. Так? Ну, как они будут? Ну, что я скажу. Так. В першу чергу, вони вже спізнились. Это неповага. Мы можем их не очекать. Стоянку закрывать. И все. Конституция Украины, стаття 5. Носием влади у нас есть народ. Народ выбрався. Вы решили. Это ваша стоянка. Так. Закривайте ворота до побачивания. Так? Так, так. Все. Ніхто никого не чекает. Они уже висловили свою неповагу особисто до вас. Все. На сегодняшний день Волтава Трансбук, я не знаю, кто тут в аренду оцю землю, бо я действительно чего-то не знаю. Если кто-то из вас знает, вы мне расскажите. Ніхто не знает. Ніхто не надає ніяких документів. Того на сегодняшний день представники, власників цієї земли, відкликали свою охорону. Вони кинули стоянку на призволяще. Тому ми були вимушені поставити автовласників, які на сьогодні охороняють цю стоянку. Мало того, нам відюкнули світло. Так, палку в колесо запкнули. Ми відюкнем світло, вам не будуть довіряти, автовласники поїдуть, бо тут не охороняється. Ні. Світло є. Ті, хто ставили вчора машину ввечері, вони це бачили. Ми гарантуємо, що тут буде належна охорона. Трансбук можна не чекати. Ні, ми не будемо чекати трансбук. Вони повинні розуміти, що це наша земля і наша стоянка, і ми будемо її відстоювати, і будемо охороняти. І якщо потрібно, прийдемо з фонариком і будемо освітлювати. Згодні? Так. На сьогоднішній день, оскільки інформації про автовласників ми, на жаль, немаємо і нам її ніхто не надає, ми цю інформацію по крапелькам збираємо до кучи, хто де стоїть, так, прізвища, ім'я, якісь, номера телефонів і так далі, для того, щоб потім налагодити роботу автостоянки в нормальному режимі, так як вона працювала і до цього. Мало того, в планах ми будемо настаєвати на тому, щоб вона працювала належним чином. Не так, що ви колись там віддали гроші, непонятно, кого, і не знаєте, у кого щось спитати. Так не повинно буде. Будь ласка, я сподіваюся всіх, хто поставив свої підписи на протоколі, автоматично, за те, щоб ця стоянка залишилася на своєму місці. Будь ласка, протокол підписують? Протокол підписують. Всім дякую. Всім дякую. Якщо є питання, будь ласка, підходьте. Я не отримав відповідь на свої питання, хто юридично внеся відповідь за сохранність відповідною. А хто не житий? Тот, кому я платив дію. А вони нічого не не залишили? А ви чеки отримали на рухі, я ви платила документу. Я плачу, я плачу, я плачу, я плачу. Ви платите по визналу? Можливо. Я щодо не повинна. А скільки людей у нас платить по визналу? Я бачила документи тільки на твій машині. А з ким у вас договор, якщо можна? Ой, затрудняйся. Сказати, який це... Несколько аббревіатура, несколько дворів. Я не помню. Щас треба у моєго бухгалтера спрашувати. А ви питали, яке відношення вони мають до Трансбут чи Полтава сервіс? А договор у них? Будь ласка, а там десь? Земля в оренде, по-моєму. Це земля комунальна? Правильно, але вона в оренде. В оренде. В оренде взяли. Не можу сказати, коли-то вона належила Полтава Транссервіс. Я по-прежнему слухав, хто несет юридическую відповідальність за сохранність автомобілів. Так вам вже сказали, вони розвернулись і пішли. Автовласники. В даний момент, сьогодні. Ніхто. Ніхто не. Сьогодні на автостоянці знаходяться адновласники з собакою, з освітленням, які її охороняють 24 години на добу. Я прошу прощання, а за февраль ви платили? Так. То есть на даний момент оплачено ваше місто, я правильно понимаю, но відповідальности ніхто не несет. Вот поэтому я і спрашиваю, хто несет відповідальність. Із тих, під коми підписувались, не несуть ніякої відповідальності на сьогоднішній день. І зараз теж не дозволяють. Ні, зараз є люди, які охоронять. Але летиш люди не несуть юридическую відповідальність. Я вам скажу, що ви читали договор о том, коли підписували його, да, з прежніми власниками? Коли у нас вскрили машину, вони сказали, ви просто ставите машину і все. Ми не несем никаку відповідальність за сьогодність вашого власника. Це приїжджав власник, це у нас на стоянці, у нас вскрили машину. І нам нічого, ніхто не розміщав, нічого. Сказали, вот договор, по якому ви там розписувались, і ви просто, ми предоставляємо паркам місто. Більше того, от у вас берез крім охорони, ніхто не вийшов більше, правильно? Ні, хазіан тут приїжджав, приїжджав, але на цьому все закінчилось. Нам вот так объяснили, хто не відповідальний за те, що тут машина наша стоїть? Ніхто. Зараз треба відстояти стоянку, а потім задавати питання, з ким у нас залишиться, на кому у нас зачатку. Так, поки ми на цьому... Тут не можуть просто так прийти і грабити машину, оплачуватися, не грабитися. Поки ніхто. Зараз ми очікуємо полтава Трансус. Ну ви ж розумієте, що якщо вони щас трактором начнут на нас наїжджать, то питання оплати піде на другий план. Зараз нам треба поспілкуватися, так? Вони з нами не спілкувалися, а ми все ж таки хочемо з ними поспілкуватися, і донести нашу думку і нашу точку до руху. Ми їх запрошували офіційно. Полтава Трансус запрошена офіційно. Пожарі ще забрали капоталу, що... Та в Львівському протоку запрошують Трансус. Виверли тут траншею возле заєдну. Вони, в принципі, на території стоянки, зі нею зробили, там, якось, паку-то пакусь. Тоді що будемо робити? Вони можуть робити все, Сержавровна. Мені зараз дуже важливо розуміти, ті, хто прийшли за збереження стоянки, підніміть, будь ласка, руки, хто? Підніміть руки тих, хто за збереження стоянки. Будь ласка. Я за вас. Дякую. А є представники Полтава Трансбуду? У нас є депутати горсовіта. Денис, не хоче що це? А діхтоку не. Ніхтоку не. От як це не, ми їх вибирали. Як це не. Є обов'язково, вопроши задавати нужні. Далі буде, так, начинайте, допустим, парт місяць. Як буде оплата за парт? А яка оплата? Тут стоїть вопрош, щоб вас взагалі сьогодні не висловили. А за яку оплату говорити? Торапіть собі. Тільки ми відставимося. Значало треба зберігі стоянки. Значало треба зберігі стоянки. Якщо... Мені хотілося б увидеть, кстає, хороше поправки. Якщо депутат був вибирав народ, мені хотілося б, щоб депутат... Тебе хотілося. Щоб вони якось організовались і по очері були, хоча б тут на дежурстві. Просто-напросто. Тому що одне дело, коли простой житель Полтави захищає свої права. А другое дело, коли з ними захищають права люди, які їх избирали. Тому, щоб було так. Тому що на цей момент зараз люди охоронять і днем, і ніччю. Правильно? І ви розумієте, що кожен день може произойти все, що хочеш. Тому що ми всі знаємо, як дістує господин Ландер. Просто-напросто. Якщо є у нас депутати горсовета, я хотіло б у них знайти. Ви готові, хтось із вас, взагалі долучиться до цього? І захищати цю стоянку з людьми? Думаю, всі готові. Давайте так. Здравствуйте, мене звати Денис Полищук, я депутат горсового совета. Здесь присутствують і інші депутати горсового совета. Там в стороні негідно стоять. Але у нас не голосував. Давайте так, щоб у нас не превращалось в пиар-акцію определенних людей. Для нас с вами, я тоже житель Микоргану Леваду, здесь живу. І коли у меня була машина, я тоже здесь ставив свій автомобіль. Для нас с вами це решення ситуации, которая возникла на данный момент. Ситуація така, що дом хочуть построити, транспорт претендує на цей земельний участок. Всегда треба учитываться мнение двох сторон. Але главное – мнение жильців нашого мікрорайону. Моє предложення ізначально було в середу, коли ми з'явилися. Про це перейдемо, перейдемо. Давайте перейдемо, перейдемо. Давайте перейдемо. Давайте перейдемо, щоб вистили. Смотрите, у нас собрались мы здесь не только жители нашего микрорайона, в котором проживают, а также депутаты всех уровней, кроме областных. И все с одной надеждой, и все с одной желанием помочь решению ситуации. Для нас самое главное это не сделать проблему, а решить ее проблему. Моя как депутата, ее необходима проблема в том, что ей эту проблему надо решить. Я во вторник предложил инициативной группе альтернативный вариант решения этого вопроса. Альтернативный вариант заключается в том, чтобы ту стоянку перенести сюда. Просто-напросто, сюда. Подождите, подождите, а когда решение принималось? В марте месяце, да. Рек тому, кто про это знал? Я знаю, что вы были на слушаниях, я знаю, что Юра был на слушаниях, да? Він сейчас тут. А почему рек тому никаких телозрушений стосовно этой стоянки не было? Почему? Почему сейчас? Почему мы должны ходить по кабинетам и умовлять кого-то из влады, или забудовника, чтобы они нам что-нибудь дали? Почему за год не забудовали оттуда? Не пришли, сказали, народ, вы, извините, мы вас не слушали, но вот вам стоянка, переезжайте, пожалуйста, автомобиль себе. Усего-всего не было. С вами полностью сгоден. Но у нас есть ситуация, которая возникла. Есть забудовник Полтава Трансбуд, который хочет строить. Понятно, что Полтава Трансбуд должен строить не на свободных площадях, которых у нас мало оставить, а должен бы, как правило, сносить старые дома и там возводить новые дома, давать квартиры, так как раньше и было. Этот вопрос поднимался, мы голосовали против этого решения. Может быть, вы тоже лично голосовали, вы почти. Если люди приходят, мы всегда их поддерживаем. Я уж точно всегда поддерживаю. А кто приходит с людьми? Вот с этих людей кто-то приходит? Кто-то приходил? Козу приходит, все выходит. Никто не приходит. Козу боишь свои... Так почему тогда, сейчас, когда тогда было голосование, никто не приходил, потому что мы не знаем, когда какие вопросы... Как жителям мы не знаем, какие вопросы рассматриваются. Вы депутат? Да. Достаньте генеральный план забудовы десь приблизно 20 лет назад. Я працював заступником ГУ КПБ. Я житель микрорайона Левада, я знаю, что здесь я родился, живу и проживаю. 44 тысячи десь, грубо, тут повинно бути населення. Если сегодня посчитать, то тут уже все 70, а то и больше тысяч населення. А теперь смотрите дальше. Что эта влада, я хорошим словом не назову, чтобы женщин не врожать тут. Что она сделала? Хоть одну площадку побудовала? Вот эта площадка сделана людьми. Хай это будет, кто он там. Крав он гроши, робил гроши, ну, он побудовал. Людям это доброе. Далее. Хоть один садник побудованный, хоть одна школа побудована. Котельня ни одна, не реконструирована, ничего. Просто те как-то добили, завязали их, и они на остальных, так сказать, працюють. В остальных калориях уже все разобрали, и калорий тут не вистачает. Скоро будет холодно. Далее. Ни одна електричная подстанция не побудована. Все эти мережи, которые тут есть, они действительно здесь есть порушения. Но они незначные. Против тех порушений, которые сделали, я для вас рассказываю, как для депутата. Пидите в архив, возьмите, достаньте, покладите на стил. Звідки взялись эти домики, эти домики. И она действительно была тимчасовая. Я Микола Феофанович. Микола Феофанович, я готов ответить на наши вопросы. По поводу, делается или не делается в этом микрорайоне что-то. Мы отходим, конечно, от главной проблемы, к которой мы пришли, но так, раз мы политику у него затронули. Все знаем микрорайон Левада и бульвар Баданахменицкая реконструкция. Видели? А наша вона назад? Ну. Так почему? Вопрос. На данный момент будет... Вы правильно говорите. На данный момент у нас проблема... На данный момент у нас проблема... У нас стоянка. Сейчас у нас основная проблема... Я отвечаю на вопрос к человеку, который задавал вопросы. Я не ухожу от тебя. Я извиняю. Смотрите. У нас главная проблема. Застройщик Полтава Трансбурт. Вот смотрите. Есть у нас застройщик Соболь. Правильно? Никаких никогда к нему вопросов не было. Потому что он взял пустырь, провел туда новые коммуникации, засыпал тот пустырь песком, пролил его. И строит уже почти седьмой год. Никогда этих проблем не было. У нас есть застройщик Полтава Трансбурт, который за погоджением Минской Рады, представником якого его есть, постоянно лепит дома один возле одного. Почему? Потому что тут уже проложенные коммуникации. Вы, как представитель комиссии ЖКХ, я ни разу не слышал, подождите, я ни разу не слышал, что вы вообще как депутат подняли вопрос про то, что мы перегружаем системы постачания воды. И перегружаем самое главное водоведведение воды. Это коллекторат. Канализация уйняет постоянно. Да, постоянно. Мы перегружаем канализацию. Потому что сейчас на данный момент один простой вопрос. Жильцы за то, чтобы была стоянка. За. Мы будем ее отстаивать? Да. Все, жильцы решили, будут отстаивать эту стоянку. Я, как житель тоже микрорайона Левада, вы знаете, где я проживаю, тоже буду отстаивать эту стоянку. Потому что я думаю, что если жильцы этого микрорайона и этих домов, которые рядом с стоянкой, решили на данный момент отстаивать эту стоянку, единственный выход у депутатов не приходить. Да, помочь стати и защищать эту стоянку. Нет, вопрос не защищать. Если стоит вопрос, что сюда переносится, значит ближайшим временем выдать распоряжение, провести комиссию. И сначала перенести его сюда, а потом уже претендовать на стоянку. Нет, если даже устроить людей перенос, то это все. Там все эти правды не было. Здесь эти мережи побудованы за рахунок міської влади. Ну, мы тогда плановали это дело, строили там мережи, чтобы не было для того населения, которое планировалось. Дякую. Велимку уваги, что касается трансбуду. Мы уже видели, что произошло на бедного 5. Они обещали, тягали по кабинетам, между тем они побудовали дом, ничего не сделавшись. То уже такое дело. И пошли. То есть, если сейчас нас будут водить кабинетами, если нам будут что-то обещать, когда сделать, нам это не нужно. Мы, известно, никуда не пойдем. Сгодны с мной? Можно маленькую революцию? Представник Болтова, трансбуду, зараз тут есть? Можно маленькую революцию? Маленькую революцию? Смотрите, мы сейчас собрались люди, чьи машины стоят постоянно. Понимаете, нас могут допустить не в один кабинет, нас не могут слушать. А вот мы пидемо и запитаем. Понимаете? Потому что мы не есть юридическое лицо. А мы не должны быть юридическим лицом. Громада – это не лицо. Нет, мы не должны быть юридическим лицом. Понимаете? Ты был на громадских слушаниях, когда выдавали? Не было. Смотрите. У нас есть орган... Вы сейчас зарегистрировали? Конечно. У нас есть орган самоорганизации населения. Мало того, я вам скажу еще другой юридический выход. Вы вот этим маленьким райончиком можете створить будинковые комитеты, вуличные комитеты, створить такой же ОСН – орган самоорганизации населения. Вы тогда будете полноправным субъектом уже юридического права. И мало того, я вам скажу, по закону про ОСН, про органы самоорганизации населения, вы имеете полное право тогда, когда вы самоорганизуетесь, приходить на горсовет и требовать от горсовета части бюджетных денег. Потому что на данный момент наш горсовет, наши депутаты ни разу вам не сказали, какие у вас есть права. А я вам скажу, что конституция и законы у нас прописаны нормально. Просто этой власти выгодно, чтобы мы были безграмотные и были как опцы. Вот и все. Потому что... Мы даже сейчас можем выбрать оргкомитет, написать эту бумагу, отдать в МИСКВИКОНКОМ, и мы формально будем иметь своего представника. Вот кто-то... А что летят? Три-пять человек, десять. Сколько так и будет? На сегодняшний день. А пример из моей практики. Вы видели, там дома на Чураївне, там гаражей. Это было официальное запрошение через соцмережки. Кто-то видел. Активная группа поедет снова к Мамаяну. Может, он теперь нам кроме ПОП и еще что-то покажет. Можете? Да. Я хочу добавить. Коль мы подняли про юридические вообще обоснования наших действий, я предлагаю, каждый жилец где-то тут живет. Правильно? Вот в этом районе. Кто ставит тут на стоянку. Рассказываю механизм, если вам это интересно. С каждого подъезда выбирается старший. Потом делается сходка дома. Выбирается старший дома. Сходки этих старших домов делают уличный комитет по улице своей. А потом они собираются и делают орган самоорганизации населения. Это я вам даю единственный конституционный механизм, которым вы будете защищать дальше свои юридические права. Мало того, я вам скажу, он стоит депутат райсовета. Вы имеете право прийти в районный совет. Ленинский, если я еще не ошибаюсь. Подольский уже, слава Богу, переименовали. Прийти и сказать на потребы нашего органа, самоорганизации населения. Потребны такие-то, такие-то, такие-то кошты. Дальше. Вы знаете все депутаты, в которых избирались. Они по закону, про статус депутата, местных советов. Должны взвитуватись перед вами, что певрично и щоррично. Вызвали официально, письменно на звит. И ему, как выборцы, дали задание. То есть депутат у вас существует для того, чтобы лоббировать ваши интересы. Для того, чтобы вот таких ситуаций больше не было. Вы должны сесть с депутатами и решить, как вы хотите, чтобы было благоустроено ваше вообще место проживания. Что вы хотите, какие детские майданчики, какие стоянки, все остальное. Вы взяли его и сказали, шановный депутат, вот это, вот это мы хотим. Не выполнил. Вы ему дадите тогда оценку, где? На, вы, вы, вы. Абсолютно верно. Влада должна работать на нас, а не мы хотим до них кланяться. Поэтому мы не можем каждый быть юридически подкованным. Не можем. Мы громада. Кожен специалист в своей сфере. Но разом мы представляем интересы людей, которые выбирали из этих депутатов. Поэтому они должны слушать то, что мы сейчас тут обсуждали. Поэтому, Водаска, я дякую тем, кто пришел и выделил этот час на сегодня. Я все-таки буду намагаться связаться с Трансбудом. Не знаю, что вы скажете. Но, снова таки, мы пойдем до межского головы. Обовязково пойдем. Я надеюсь, что вы придете и еще скажите. С первого числа дана команда выставить сюда охрану. Всех выпускать, никого не выпускать. Там стоят автогласники охраняют. Трансбуд покинула стоянку. Смотрите. Такая есть информация. На данный момент мы знаем, как нам уже показали эти четыре года. Я соглашусь, что мы ничего хорошего не добились. Но, в принципе, единственное, что мы добились, мы научились вместе отстаивать свои права. Что я предлагаю? Может быть кто-то есть у вас тут, который готов войти в инициативную группу по созданию ОСНа. Микрорайону Левада-1. Есть кто-то? Нету? Вы не хотите, вы очень опытный человек, створить тут орган самоорганизации населения. Я не створю. Нет, вы не створите. Войти в инициативную группу. Извините, пожалуйста, белый висок. Уберите, пожалуйста, не могут отъехать. Нет, я. Все, отъехайте. Дякую вам большое за вашу присутность, за вашу думку, за то, что вы нас поддерживаете. Надеюсь, так будет и дальше. Мы будем отстойвать эту стоянку до последнего. Мы будем отстойвать эту стоянку с судовыми силами. Продолжение следует...